Девушки отдыхают Иди ко мне завтра, я тебе деньги отдам Хорошо Иди ко мне Здравствуйте 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Мальчики, вы просили вас разбудить. Спасибо, мам. Что это вы в Валетт не полеглись? Неудобно же. Потому что мы спецназ... А спецназ ищет легких путей. Просыпайся, ты сдамого. Харек. А, ну да. С почином? Горячей воды нет, джакузи тоже. Ага, у тебя, кстати, есть. У меня есть, а то и другое. Слушай, поехали к тебе, пока не поздно. Давай, Толь, яичничку с сосисочкой. Давай, давай, давай. Ну, давай. Просто овсянки нет? Овсянки нет. У нас на кремлевской диете. Ну, я куплю. Куплю. Пойду на рынок и куплю. И свежие рыбки куплю. Вечером пожарю. И поужинаем. Мам, я тебе деньги оставлю. Купи фрукты для Вики. Завтра в тюрьме передачку принимаю. Невесту нашел. Тюремщицу. Чтобы она мне здесь вот безобразие творила. Ну, какая она тюремщица. Ну, так сложилось. Ну, вот вечно у вас что-то вот не по-людски складывается. Ее, кстати, выпустят скоро. На подписку. Воронова обещала. Прописывать не вздумай. Мам, есть у нее квартира. О, нас показывают. По неофициальным данным, взрыв связан с арестом владельца крупной риэлторской фирмы Андрея Федина, подозреваемого в убийстве своего компаньона и ожидающего суда присяжных. В адрес следствия поступают анонимные угрозы с требованием выпустить арестованного. В партийном случае последуют новые взрывы. Блин, его дают, а уже пронюхали. Ворону, ты взорвут? Мам. На проводе. Андрех, привет, Рипин. Здорово, узнал. Слушай, ты мне номер машинки одной не пробьешь, тебе проще. И вопрос, справка платная, 10 рублей. Ну, за своих берем половину. Шутка, что за тачка? Да так, за женой заезжала. Боюсь, как бы неизмена. А, ну, это дело святое. Да, диктуй. Светлана, 650, Василий, Тамара. Ну, слушай-ка, заодно ты никому насчет записок не болтанул? Да нет, знаешь, мне как-то не до этого сейчас. Может, напарник твой? Да божится, что не он. И Светка Воронова тоже. Ну, ладно, может, оно и к лучшему. Теперь Федина точно приземлят. Почему? Ну, присяжные же не идиоты. Если хочет соскочить, значит, априори виновен. Ладно, пробью тачку. Перезвоню. Спасибо. Из квартиры зря ушел. Так это же ее квартира, я же не претендую. Ну, вы же не собираетесь навсегда расходиться? А сейчас получается, что мосты сожжены. Думаешь? Ну, она точно может так подумать. Что теперь делать? Вернуться? Придется идти на мировую. Надь, я ношу море. Ну, хватит, хватит, а то привыкнешь. Давай попозже, идти. Где она сейчас? Ну, наверное, у матери. А что она любит? Барбекю. Цветы какие любит? Розы. Желтые. А из спиртного? Вино. Красное. Замечательно. Значит, слушай меня внимательно. Покупаешь вино, цветы, идешь к ней, просишь прощения, умоляешь вернуться. Психологически здесь все очень точно. Смотри, объясняю. Значит, после ресторана вы находитесь на пике конфликта. Из этого конфликта есть два пути. Примирение и окончательный разрыв. Она ждет от тебя разрушительных действий. А ты вдруг неожиданно идешь на примирение. Ну, я сейчас диссертацию на эту тему пишу и согласно Юнгу в психологии существуют три дитохомии, важнейшие из которых мышление и чувство. То есть сейчас должно доминировать мышление, а ты вдруг неожиданно сыграешь на чувствах и мы получим нужный нам результат. Понимаешь? Ну, это вот как, знаешь, по раскаленному металлу плеснуть холодной водой. Понимаешь? А, нет, погоди, стоп. То есть она с какими-то козлами целуется, а я ей что, розы дарить должен? А твой юнг там ничего не путает? Спокойно. Делай то, что я тебе говорю. Во сколько она домой с работы обычно возвращается? В девять. Отлично. Ровно в половине десятого ты должен быть у нее, понял? Угу. 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 Привет. Можно? А что тебе? Лен, ну я это, поговорить. Это тебе. Разговариваю вот с этими вот, со своими. Лен, ну я все объясню. Ты зачем к Машке пришел с этой дамочкой? Специально? Это не дамочка. Это коллега. Она у нас работает, психолог. Настя Михайловна. А целовались вы тоже по производственной необходимости? Ты совсем забрался уже. Лен, подожди. Подожди. Нет, подожди. Подожди. Ну ты ж дурно целовалась. Лен, я ключи от квартиры в общаге оставил. Ты забери. Там хорек один. Ты сходи, покорми его. Корм там есть. Это не хорек, а шиншиллу. Ну сколько раз уже, давай. Лен. Ну какая рыцца? Ну все равно же крыса. Лена, я в ванной кран починил. Больше не течет. Лена, я в ванной кран. Парень, иди сюда. А ты к кому? В тридцатую, к Лене Репиной. А что? Я ведь ничего не сделал. А он взял в глаз, сдал и ушел. Хоть бы объяснил за что. Надо было, конечно, сразу к вам. Я пока в травму, пока домой заехал. Знаю, кто это. Его повадки. Без причин, в морду. Уже были тревожные сигналы. Хороший сигнал. Чуть без глазу не оставил. Этот? Похож. Но так сказать не могу. Мне бы его живьем посмотреть. Хорошо. Покажем. Толя, это Бухаров. Я машину пробил, записывай. Дважды задерживался за превышение скорости Харин Леонид Андреевич. Появился на свет в 75-м году. Прописан. Коммунистическое 2. Квартиры нет. Соответственно, либо дом, либо общага. Да, представлялся риэлтором. Да не за что. Но у меня к тебе встречная просьба. Тут хлопчика одного требует срочно снять. А хлопчик резкий. Подмогнете? Ну, ладно. Давай. Будем искать. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в Гаран-Сити. Там есть моя фамилия. Я знаю. Пакетик можно уже посмотреть? Ну, то пожалуйста. А что, собственно, такое? А вы не в курсе, что в городе происходит? У нас приказ досматривать всех входящих. Это что такое? Домик для аквариума. Проходите. Спасибо. Спасибо. Да. Послушайте. Да не может быть этого. Елена Викторовна, к вам Леонид Андреевич. Да, да, пусть проходит. Привет, Лена. Привет, Леня. Случилось, что ли, что-то? Да из банка звонили. С кредитом проблемы. Ну, ничего, у меня есть еще варианты. У тебя-то как? Да никак. Вчера мой приходил с цветами. Я его не впустила. Может, стоя его выслушать? Он, Леня, с квартиры ушел. Красивый жест. А вдруг это не жест? А вдруг он не вернется? Ну, все от тебя зависит, на самом деле. Поговори с ним, встречи. Только не сегодня, а завтра. Пускай остынет немножко. Хочешь, я с тобой съезжу, поговорю с ним? Какие у тебя планы? Да какие? Утром в банк, потом в 12 летучка, потом в страховую. Да нет, я не поеду я никуда. А то он решит, что подарил цветы и все, и забыто. А через неделю все снова. Ну, смотри. Я подожду еще. Смотри, смотри, хозяин-барин. Да, собственно говоря, что я заехал-то? Боже, Леня. Смотри, какая красота. Сейчас, подожди. Давай. Ну, что же, рыбки? С новосельцем? Осторожно. Ну, как вам? Ну, как вам? В домик, в домик. Все в домик. Спасибо тебе большое. Не за что. Что надо, а? Тысячу извинений. Ради бога, простите. Еремин Виктор Павлович здесь живет? Ну, типа, да, это я. А что? Ну, тогда мы к вам. Ну, заходите. Все. Сиди спокойно. Ну, что, я пошел? Толя, останься. Ну, останься, останься. Потерпевший, выойдите. Узнаете ли вы среди этих людей человека, в отношении которого вы дали показания? Нет, нету. Так вот же он. Ох ты, гад, ты еще за ямой пришел, а? Ну-ка, вышли все, опознание окончено. Меня же просто попросили передать цветы и вино к определенному времени. Кто попросил? Соседка моя, мол, поругалась с подругой, а у нее сегодня день рождения. Отнеси, пожалуйста. Отнес. Да нет у нее никакого дня рождения. Ну, в смысле, есть, но не вчера. Ну, это мои проблемы. Имейте в виду, я заявление забирать не собираюсь. Так, а соседка кто такая? Да тоже из ваших. Психологом работает. Надька? Да. Вот зараза, а. Не, ну зараза. Ладно, мужик, извини, с меня поляна. Не нужны мне ваши поляны, у меня завтра прием экзаменов, я в таком виде. Чего же вы хотите? Чтоб все было по закону. Алло, Наденька, привет, Репин. Надюш, приезжай срочно в пятое дело, у нас тут острая психическая недостаточность. Я просто хотела тебя встряхнуть, чтобы ты не относился к жене, как к само собой разумеющемуся. Чтобы ты понимал, что твое место могут занять, чтобы ты как-то боролся за свою любовь. Блин, ну нифига себе ты. А если бы я твоего соседа пришиб сгоряча? Ну, надо как-то сдерживать свои эмоции. Да? В книжках прочитала? Нет. Сама придумала. Я хотела проверить свою теорию. Какую теорию? Понимаешь, год назад от меня ушел муж, Вадик. Я очень хотела его вернуть, начала действовать по науке, у меня ничего не получилось. Ну, а я-то при чем? Я думала, что у тебя получится. Но теперь надо делать все наоборот, так сказать, от противного. Так, а какого черта ты на живых людях эксперименты ставишь, а? Ты купи себе хамячков, на них экспериментируй, сколько тебе влезет. Ну, прости меня, пожалуйста, я правда хотела, как лучше. Я поговорю, я поговорю с соседом, он заберет свое заявление. На хрена мне твое заявление? На хрена мне твой сосед? Ты поди, Ленке объясняй, давай, поелку расскажи, картинки покажи. Ну, прости, ну, прости. И давай, скажи, Иваныч, что я за поелку? Да ловился я. Прости. Ну, прости. Ленка, привет. Лен, привет. Здравствуй. Лен, ну, может, ты хоть привет мне скажешь? Здравствуй. Ну, вот уже хорошо. Вот я корм принес для Бакса. Ну, типа, моя доля алиментов. Спасибо. Чем ты его кормила, что он как пьяный ходит? Да? Блин, наверное, корм левый подсунули. Слушай, тут Надька Михайлова, ну, с которой мы к Машке приходили, придумала какую-то теорию и решила нас с тобой помирить. Вот сначала велела, чтобы я тебе не звонил, потом захотела, чтобы ты приревновала, вот поэтому целовались. Ну, слушай, Репин, лучше бы ты мне этого вообще не говорил. Лен, ну, так было бы. Не веришь, ты Баксом клянусь. Погоди, ну. Погоди. Лен. Не пускайте его сюда. Лен. Вот и заставь дуру Богу молиться. Ну, я-то ладно, идиотушу развесил, там же у нее юнг, диссертация. А-а-а, ты мне тоже советы очень много давал. Любовь – это взрыв, любовь – это контузия. Не может быть тут никаких теорий, Толя. Все сугубо индивидуально. У каждой избушки свои погремушки. Как говорит фольклор. Да я понял уже. А вот то, что она хавчик для енота взяла, вот то, что хавчик для енота взяла – это хорошо. Значит, любит. У нас не енот, у нас хорек. Какая разница? Главное, жрать просит. Толь, тебе постирать ничего не надо. Спасибо, тетя Вань, не надо. Давай постирнуть. Рубашку, она не свежая. Чего ты стеснеешься-то? Я ж вижу, я простирнула, она за ночь высохнет. И я утром поглажу. Давай, снимай. Ты карман только проверь. Там нет ничего. Нет, ну и ладно. Ну, как же. А вот это что? Света, привет, а я к тебе. А что-то случилось? Да нет, ничего. Мне бы еще разок на фотографии взглянуть. Ну, те из дела по убийству. Зачем тебе? Ну, ты говорила, что теоретически мог убить не Федина. Ну, я так сейчас и не считаю. В общем, ты мне покажи, а я потом все расскажу. Ну, давай, проходи. Садись. Да? Давай. Жена, ты помирился? Понятно. Скоро весь город будет знать, да? Да. Скажи мне, что это за фотографии? Мы нашли их на столе у Березина. Ну, наверное, как-то связано с работой. Он занимался спекуляцией с земельными участками. У тебя есть какой-нибудь там связи его? Записная книжка, мобильник? Оригинальный способ помириться. Так, где-то тут. Нашла. Вот, держи. Слушай, мне надо к шефу. Давай, ты будешь уходить, захлопнешься у меня. Да, хорошо. И закроешь. КОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОМКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОМКО Чёрт! Ленка, подожди, не вешайся, Лен! Это не по поводу нас, Лена! Лена! Чёрт! Гарант Сити. Оль, привет. Это Репин. А Ленка там у себя? Привет, Толя. Нет, она в банке, через полчаса должна быть. Оля, ты не могла бы вниз спуститься? Это важно. Только Ленке не говори. Оль! Привет. Послушай, ты не знаешь, что это за снимок? Нет. Я его просто у Ленки нашёл случайно. Ты не могла бы спросить, откуда? Ну, только там придумаешь, что-нибудь, мол, под столом нашла или в корзине. Это долго объяснять, но это очень важно. Нет, я бы сам спросил, но просто у нас сейчас локальный конфликт, понимаешь. Ну, ты в курсе, да? Ну, хорошо, она скоро придёт. Да. Я здесь подожду, да? Хорошо. Оль, спасибо. Слушаю. Ты не сделала, что тебе велели. Сегодня в двенадцать. И это будет со своей совести. Подождите. Это невозможно решить за пять минут. Мне нужно согласовать это с прокурором. Алло. 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 Есть новости? Да. Он только что звонил. Сегодня в двенадцать. Я знаю. Мы слышали. Удалось засечь звонок? Звонил с автостанции. Из автомата. Хорошо. На связи. Здравствуй, Оля. Здрасте, Лена Викторовна. Вам тут звонили страховой по поводу договора. Спасибо. Хорошо. И вот ещё уборщица нашла под столом. А, да, спасибо. А это не в Луговом случайно? У меня там у родителей дача. Нет, не в Луговом. Очень красивое место. Да, мы с Леонидом Андреевичем собираемся его купить. Кстати, он не звонил? Нет. Передайте всем остальным, что Летучка сегодня пораньше. Вещи трети двенадцать у меня. Да, конечно. Да. Алло, ты где болтаешься? Тут общий сбор двенадцать. Бомбы обещают взорвать. Слушай, ну соври что-нибудь, а. Что соврать? Я сейчас у Ленки буду через час. Ну, может, раньше. Ну, скажи, рыбой отравился. Какой рыбой? Какой рыбой? Ну, придумай что-нибудь. Блин. Ладно, давай, гони. Ну что? Ну что, обычный рабочий вариант. Елена Викторовна хочет купить эту землю вместе с Ленитом Андреевичем. С Харином? Да. Ага. Толь, ну мне идти надо. Погоди, а ты давно его знаешь? Ну, Харин. Хороший человек? Вообще очень милый. Да? А с Ленкой давно нет? Месяца два. Он тоже риэлтор. Да ты что? Слушай, а он за Ленкой, ну типа там, хлестывает, нет? Ну, это вообще-то не мое дело. Так вообще цветочки подарил один раз. И вот аквариум на прошлой неделе. Какой аквариум? Обычный аквариум. Красивый такой, с рыбками. Он у него стоит в кабинете. Нервы успокаиваются. Угу. Толь, ну у меня совещание. Пойду. А, давай-давай. Слушаю. Свет, привет, Риббин. Да, Толь. Света, узнай срочно, собирался ли Березин покупать землю, ну, которая на фотографии. И если собирался, то с кем в доле? Я уже знаю. Да, собирался и действительно в доле. Это к делу не имеет никакого отношения. Боюсь, что имеет. С кем он хотел покупать землю? Не с Хариным? Ну, кажется, с Хариным. Ты его знаешь? Да знаю я. Это хлыщ, который за мной Ленкой ухлестывает. А, понятно. Надо срочно этого Харина, козла, тормозить. Успокойся, Толя. Я понимаю, что у тебя проблемы в личной жизни. Ну, пожалуйста, не смешивай их со служебными. Да не смешиваю я. Это правда, что в 12 должно рвануть? Ну, я надеюсь, что не рванет. Ладно, у меня люди, Толь. Давай потом. Все, пока. О чем это он? Да разошелся с женой. Вот ищет крайних. Понятно. Да. Ленка, выходите из офиса! Быстрее выходите, он тебя взорвет! Помни, что-нибудь придумали? В офисе заминирован, людей выводите. Ага. Где ломба? Ну, где-где? В офисе у Ленки, у жены. Надо от кабинета смотреть. Слушай, боже, ты получил же один раз иди отсюда. Это вы что, зверели, что ли? Ага. Девчонки, девчонки, быстро, быстро на улицу! Здание и бомба! Жигун! Эвакуация из здания! Быстро! Валер отсюда, быстро. Быстро! Валер отсюда! Так, Дмитриевна, покинули здание. Офис заминирован. Прекрати так балаган. Какой балаган? Да что происходит? Подожди! Не подходи! Не подходи! Мужики, у нас девять минут. Так, все выходим. Спокойно, без паники. Выходим. Выходим. Идите, мы сами разберемся. Уходи, я сказал. А ты? Я разберусь с этой хренью. А что там? Уходи! Толя, я без тебя никуда не пойду. Старик! Забери ее, она в шоке. Толя! 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 Отпусти меня! Толя! 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 Толя, у вас... Толя! Толя, у вас... Срочная эвакуация! Срочная! Толя, Тулечка, ты не ранен? Кормить будешь ты. Толя, Тулечка, ты не ранен? Кормить будешь ты. Он сначала у Березина деньги взял, потом у Ленки, ну и якобы на взятку, чтоб землю купить. Отдавать естественно не собирался, Березина завалил, на Федина перевел с тарелки, ну а потом завалил всю эту кашу со взрывами. Грамотно. Да, Федину после таких взрывов присяжные не пощадили бы. А Ленка просто случайная жертва. Точно. Я-то дурак, сначала Ленку в убийстве заподозрил. Ну а что, чего в этом бизнесе хрен разберешься? Я думаю, Фединский брат тоже не просто так от нас сдернул. Да хорошо, что этот не сдернул. Слушай, а как ты про аквариум, да, Тунков? Интуиция. Ну только никому не рассказывай, а то не поверят. Да. Хорошо. Сейчас он будет. Слушай, дай я его запрошу, а? Толя, ты сейчас слишком возбужден. Давай я сам, а ты там подожди, хорошо? К стене. Проходим. К стене. Я кредит пытался взять. Никогда не дали. Ну да, все кругом виноваты. Вы хоть знаете, зачем мне деньги-то нужны были? Ну что, неужели на детские дома? Смейся, смейся. Между прочим, в вашем же есть АПП. Раньше хоть бандиты были. Как люди. А эти. Мало того, что долю большую башлял, так еще и посадить грозились. Попробуй меня, не отдай. А что, есть за что посадить? Ну так, между нами, не для протокола. На нашей стороне каждого посадить могут. Было бы желание. Согласен. Ну, а как иначе? Только мне теперь терять нечего, я всех сдам. Пишите фамилии. А вот это вот очень правильно. Вот это по-нашему. Нам Сибирь осваивать надо, нам рабочие руки нужны. Ну, это на будущее. А давай к тебе вернемся. Фединский брат почему от нас сбежал? Я позвонил. Сказал, что хотят ему наркоты подбросить. Ну, чтобы он на липе брату не делал. А ты его знаешь, что? Нет, не знаю. Просто сказал ему, что он сидел, ну, с Фединой в одной камере. Ага. Ну да, теперь он бедняга всю жизнь холостой бегать будет. Федину подрал, а ты подсул. Да, я. У меня там проходной двор по пятницам, когда жена уезжает в точку в отпуск. А у аппарата? Что ты херню-то всякую спрашиваешь? Ты узнай, что у него с Ленкой было. Репин. Охмурял? Да, нет. Да, ждем же. Ну, так у тебя вообще, что ли, с ней ничего не было? Да, было. Что было? В ресторан ходили. Что, все? У меня уже муж придурочный. Почему Лешенька Барова? Ты не намекал тому? Давай как-то… Намекал, ну. Ну, а она чего? Ну, ни в какую. У меня случай в Дагестане был. Одному бугру местному, короче говоря, подсунули в офис аквариум. Ну, поставили. Угу. Там под него зарядик, ниточку провели, водичка по ниточке стекала, аквариум становился легче, контакты замыкались и… Так что, Леха, никакой интуиции. А этот, кто заминировал, он сам? Нет. Нашел умельца, бывший подрывник. А ты урод, а? Додумался. Там бы народу пригласится только. Так мы сами подсказали. В смысле? Не понимаешь? Мы когда Фединский дом взрывали, и вот торкнуло, что, мол, Фединский брат платит той же монетой, понимаешь? Ну да. Да. Да я вот не об этом, я думаю, что все это из-за нас с Ленкой. Ильяда, блин. Ну вы это, больше не ругайтесь. Надь. Ну, короче, ну, в общем, ну, правильно ты все сделала. Так что, если мы с Ленкой опять разбежимся, я опять к тебе. Юнгу привет. Юнгу. Вот гад. Здравствуйте, Анатолий. Здрасте. Вот, вот ваше интервью. Спасибо. Я ничего не добавляла, все написала с ваших слов. Вы знаете, меня очень заинтересовал ваш способ тренировки памяти. Но, боюсь, что вы заблуждаетесь. В чем? В чем недавно доказано, что каждый раз мозг решает только конкретную задачу, понимаете? То есть, вот если человек решил сто загадок, то не значит, что он решит сто первые, понимаете? Ну, если вы запомнили один пейзаж сегодня, то не значит, что запомните другой завтра. Ну, если честно, то мне просто нравится рисовать. Да. Ну, до свидания. Всего доброго. Девушка! Девушка! Сегодня в музее выставка из Эрмитажа. А у меня есть два билета. Никому не нужны. Почти на вы. Ну, чего ты раньше сюда панихиду пойдешь? Так ты меня оставит. Да ладно, не переживай, ну чего ты? Ну, ты рвут отсюда. Я тебя в офис кленке устрою, ну а что? Там охрана все равно, как проходной двор, а так и мне спокойнее, тебе хорошо. Спасибо, Толя. Ты же не очень жалеешь, что с нами связался. Старик, слушай, ну любая помощь. Какая проблема, Соломова решит в лед. Сидите, сидите. О, статья вышла. Название героическое. Опережая выстроена. На творчество меня вдохновляет любовь. Что, серьезно? Ну, надеюсь, конечно, любовь к службе. Дурочка какая-то. Почему сразу дурочка? Очень ответственно подошла к вопросу. Смотри, какой ты здесь герой. Моя. Ну, точно почувствовал. Да, Лен? Тихо-тихо-тихо. Как какая-то? К тебе. А к кому? Нет, мало ли, что она там понаписала. Я не считал, я занят, я работаю в конце концов. Погоди, спокойно. Спокойно. Давай разберемся. Что конкретно тебя не узнает? Все, не ругаются, господа. Готовьтесь. Так, собираемся. Поможет нам светофикс. Суторфикс. Суторфикс. Дурочка. Суторфикс. Редактор субтитров А.Семкин